В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Развитие автограда. В Тольятти готовится к строительству новой поликлиники. Безопасный шоппинг. В торговых центрах Самары могут появиться металлодетекторы. Новое лицо самарской торговли. Во что превратятся уличные ларьки. Довезет до Лондона и обратно. Самарец на приоре объехал 10 стран и благополучно вернулся домой. Борьба с незаконной рекламой. В Самаре продолжается охота на нарушителей. Сегодня ближе к вечеру в сети интернет появились многочисленные сообщения о том, что в Подмосковье во время движения скоростного поезда Самара-Москва расцепились вагоны и несколько человек получили ушибы. Как пояснили в пресс-службе Куйбшевской железной дороги этот инцидент произошел еще утром 20 июля. Действительно, вагоны расцепились, при этом никто не пострадал. Все пассажиры благополучно доехали до Москвы, хоть и с опозданием людям из отцепленных вагонов пришлось пересесть на электричку. Сейчас ведется расследование причин произошедшего. По предварительным оценкам, это мог быть заводской брак крепления вагона. Автоваз уходит в плановый корпоративный отпуск. Он продлится до середины августа. Это не касается служб, связанных с ремонтом оборудования, охраной и финансами. После отпуска коллектив завода будет работать не по сокращенному, а по стандартному пятидневному графику. Если автомобильный рынок, страны не покажут резко отрицательной динамики. А накануне отпуска заводчане и весь Тольятти отметили юбилей Автоваза. Торжества длились два дня. Участие в них приняли больше 14 тысяч жителей Автограда. Праздник запомнился и знаковым событием в социальной сфере. Материал Марина Кравцовой. Этого события ждали около 60 тысяч жителей автозаводского района Тольятти. В новой поликлинике доктора смогут принимать до тысячи пациентов в день. Прием будут вести как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Для меня она очень нужна, потому что ноги больные, мне ходить туда в следующий квартал тяжело. Старт строительству дан символической закладкой памятной капсулы. Уже на следующей неделе строители приступят к работам, благоустроят и территорию рядом с новой поликлиникой. Завершить строительство планируется к концу следующего года. Поликлиника – еще один подарок жителям Тольятти к юбилею Автоваза. И далеко не единственный. Праздник в честь юбилея автогиганта растянулся на два дня. На торжественном собрании награды ветеранам и сотрудникам предприятия вручает губернатор. Вазовские машины по-прежнему самые популярные в стране. Каждый пятый автомобиль, который покупают в России, сошел с конвейера Ваза. На Автовазе последние годы очень много сделано, последние 5-6 лет очень многое сделано для того, чтобы Автоваз был конкурентоспособным. Автоваз сегодня способен практически выпускать миллион автомобилей в год. Надо поддерживать своего отечественного товаропроизводителя, надо поддерживать наш автопром Тольятти, нашу отечественную машину. Мы должны работать как единая команда, как единая семья. И как нельзя отделить завод от Тольятти, так и город от завода. Мы, сплотившись, все должны работать над тем, чтобы вернуть былые позиции нашей компании и бренду «Лада». С праздником Тольяттинцев поздравил народный артист России Олег Газманов. А композицию из фильма «Весна на Заречной улице» заводчане пели всем залом вместе с губернатором. Торжества в честь юбилея завода продлятся до 2020 года, когда отметят 50-летие выпуска первого автомобиля. За это время город должен преобразиться. Появятся новые дороги, социальные объекты, набережная, благоустройство. На это направят около 50 миллиардов рублей. Программу поддержал президент страны. Марина Кравцова, События. Работники торговли в предстоящие выходные отметят свой профессиональный праздник. В Самарской области каждый день открываются порядка 17 тысяч торговых точек и 93 рынка. На них трудится почти четверть миллиона человек. В преддверии праздника лучшим предпринимателям присвоили звание «Заслуженный работник торговли». На торжественной церемонии побывала Лариса Шалафаст. Заслуженный работник торговли Самарской области. Теперь это звание Людмила Петровна Резинкина будет носить с гордостью. Ее общий рабочий стаж почти 40 лет. Половину этого времени она возглавляет собственное предприятие. Руководит 20-ю школьными столовыми. Признается, когда много лет назад начинала свое дело и представить не могла, что удостоится такого высокого звания. Раньше в молодости, когда я вышла, когда я работала там 85-90 год, когда меня спрашивали, кем я работаю, я всегда представлялась учительницей. Мне было стыдно как-то называть, что я работаю в общественном питании, потому что, ну, негативно вы сами знаете, анекдотов и породина работников торговли. И вот последние три года я действительно горжусь своей профессией. Торговля, как и много лет назад, по-прежнему двигатель прогресса. Сегодня это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В Самарской области каждый день открываются тысячи магазинов, торговых центров, рынков, ресторанов и кафе. В этой сфере трудится больше 200 тысяч человек. Ваш труд исключительно важен. У нас работает в области торговли почти 230 тысяч человек. Представляете, огромная армия. У нас 17 тысяч торговых точек. И от общего состояния торговли, настроения людей, настроения продавцов, отношения их к людям, зависит очень-очень многое. Нам очень хотелось, чтобы мы вместе общие усилия сделали все, чтобы в области был и порядок, и мы двигались активнее вперед. И в стране это так было. Почетного звания заслуженный работник торговли и сферы услуг Самарской области удостоены четверо жителей региона. Также за многолетний добросовестный труд еще 12 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. На пост прокурора Самарской области планируется назначить начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе Константина Букреева. Неочередное заседание Самарской губернской думы для согласования нового прокурора назначено на 26 июля. Действующий прокурор области Мурат Кабалоев до 9 августа находится в отпуске. Все торговые центры Самара ценят на предмет безопасности поручения дал глава города. Так, на входах предлагают установить рамки металлодетекторов. Сейчас их нет ни в одном из почти 100 торговых центров города. С дирекцией некоторых из них сегодня встретился руководитель департамента по треб рынка и услуг Александр Андреянов. О чем удалось договориться репортаж Валерии Макаровой. Один из старейших торговых центров в Самаре. На 5000 квадратных метров два охранника и пять камер наблюдения. Такие меры недостаточны, считает руководитель департамента по треб рынка и услуг Александр Андреянов. Дирекция центра критику принимает спокойно, обещает подумать, что можно сделать, чтобы сотрудники и посетители чувствовали себя защищенно. Мы сначала сформируем, что мы хотим увидеть от этого, то есть как увеличение камер или улучшение нашего технического какого-то оснащения. И уже исходя из того, насколько нам позволят денежные средства, мы будем реализовать это все. В Самаре 94 торговых центра. Нигде, по данным профильного департамента, не установлены рамочные металлодетекторы на входах. Владельцы говорят, затратное это дело. Одна рамка стоит около миллиона рублей. В городской администрации отвечают, экономить на безопасности людей просто нельзя. У главы города поставлена задача, чтобы у нас во всех торговых центрах меры по обеспечению безопасности населения были ужесточны. Задача наша в том, чтобы побудить собственников и руководство центров, чтобы они задумывались, вносили свои планы, выделяли на это деньги в ближайшее время. Базовое требование поставить рамки. Переговоры с руководством торговых центров и их осмотры в Самаре уже идут. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Привести в порядок объекты потребительского рынка города. Такую амбициозную задачу ставят власти Самары. Многочисленные ларьки, установленные еще в 90-е, сегодня не только портят вид города, но и зачастую являются рассадниками антисанитарии. Рейд по улицам Ленинского района показал, очень многие предприниматели откликнулись на призыв привести свои точки в порядок. Но работы все же предстоит немало. Олег Зверев тоже оценил качество торговли. Территория убрана, фасад ремонтируется в общей стилистике. Рядом вазоны с цветами, образец содержания здания. В таком виде должны находиться все объекты потребительского рынка Самары. Но есть и другие примеры. Все те же павильоны из металлоконструкции. В начале 90-х они воспринимались как достижение рынка. Теперь все это превратилось в базар в центре города. Настало время наводить порядок. Ну а по поводу приведения фасадов, ликвидации лишней рекламы. Это вот комплексно. Заходим в каждый объект потребительского рынка и рассказываем, что наш город приближается к чемпионату мира 2018 по футболу. Вот это задача, которая стоит в целом сейчас перед нами и перед объектами потребительского рынка. Привести все в соответствие, чтобы стоял дом одним цветом. А названия вывески были очень аккуратно, гармонично. Ленинский район – исторический центр города. Здесь будет гостевой маршрут к чемпионату мира по футболу. Во время очередного рейда специалисты осмотрели масштабы работ, которые предстоят, чтобы все привести в порядок. А это и вовсе вопиющий факт. Безо всякого разрешения фирма печет пирожки неизвестного качества. Даются сутки, чтобы сотрудники покинули помещение. Со временем всю уличную торговлю приведут в цивилизованный вид. В программе «Максимум» мы стремимся к тому, что объектов потреб рынка, вот в смысле киосков, на центральных улицах, по крайней мере, города, не должно быть вообще. Обеспечение торговыми площадями у нас высокое в городе. Мы должны приходить к цивилизованному форму торговли. И, конечно, хотелось бы, чтобы предприниматели, занимающиеся торговлей той или иной, думали не только о том, что нужно зарабатывать, думали о том, что существует внешний вид города, в котором они сами и живут. В ближайшее время все объекты потребительского рынка должны быть упорядочены. А каждый предприниматель должен знать, что город существует не для того, чтобы на нем зарабатывали, а для комфортной жизни. Иначе говоря, не человек для рынка, а рынок для человека. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Килограммы макулатуры собраны. Составлены десятки протоколов. В Самаре продолжается борьба с незаконной расклейкой объявлений. Только в Самарском районе города за несколько месяцев оштрафованы три человека, пытавшиеся сделать аппликацию на фасаде зданий. Глядят в оба. Ежедневно сотрудники районных администраций следят за тем, чтобы на фасадах зданий не появились новые объявления. Если они досмотрели, берут шпатель и тут же срывают наклейку. Но бывает, что расклейщик застегнут на месте преступления. Главное в этот момент зафиксировать право нарушения. Зафиксировать на фотокамеру, вызвать наряд полиции. Они устанавливают личность и передают материал в административную комиссию администрации Самарского района. И уже впоследствии мы составляем протокол об административном правонарушении. После составляния протокола приглашали их на заседание комиссии на рассмотрение данного протокола. И на рассмотрение уже выносили штрафные санкции. Штраф за расклейку объявлений в неустановленном месте для физических лиц до 2000 рублей, для юридических до 300. При этом есть возможность бесплатно разместить рекламу на законных основаниях. По всему городу администрации установлено 500 специальных стендов для размещения объявлений только в Самарском районе, их порядка 40. Пользуются ими те, кому хочется видеть город чистым. Очень хорошо стоит такая доска, удобная. Объявление вешается удобно, я надеюсь, оно здесь будет видно на фасад. Я ни в коем случае бы не наклеила, город должен быть чистый и красивый. Охота на недобросовестных расклейщиков продолжится. Рейды во всех районах города проходят ежедневно. Призывают к соблюдению правил благоустройства и участники акции пожирателей незаконной рекламы. Учащиеся школ и вузов, жители и общественники также очищают фасады от самовольно размещенных листовок. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Детские дома и дома ребенка преображаются. Задача педагогов и воспитателей сделать жизнь воспитанника в таких учреждениях максимально комфортной и близкой к семейной. В 2015 году вступила сила постановления правительства Российской Федерации о реорганизации учреждений для детей-сирот. И уже сейчас можно наблюдать колоссальные изменения. В этом во время визита в детский дом «Солнышко» убедилась Юлия Черняева. Большая просторная игровая комната, уютная кухня, яркие игрушки и полное ощущение того, что ты в обычной квартире, но никак не в доме ребенка. И даже на большую компанию проверяющих дети реагируют абсолютно спокойно. К гостям они уже привыкли. Многих из этих малышей на днях забирают в семью. У них начнется новый этап жизни. По словам главного врача, условия пребывания детей в «Солнышке» максимально приближены к домашним. Мы постепенно перешли к группам смешанным по возрасту. Адаптировали обстановку. Она стала у нас, видите, мы перестали быть похожи на стационар. И даже многие наши друзья, попечители говорят, что мы и на садик уже не похожи, что мы похожи на дом. После вступления в силу постановления правительства России о реорганизации учреждений для детей-сирот, многое в «Солнышке» начинает меняться. Группы становятся меньше, а это положительно влияет и на процесс ухода за детьми, и на саму систему воспитания. За каждой группой закреплены постоянные воспитатели. Дети из одной семьи находятся рядом, в одной группе. Сегодня в этом доме ребенка у нас 60 на 69 плановых мест, 49 деток. Что это еще раз нам дает возможность перестроить работу учреждения, в том числе и материально-техническое обеспечение и базу. То есть сделать группы, как я говорила, по количеству от 6 до 8, чтобы была одна мама-воспитатель. И самое-то главное, чтобы вместе с этими группами располагались и спальные комнаты, и игровые, и там, где они принимают пищу. Чтобы ребенок понимал, что он как в семье. Половина воспитанников дома ребенка «Солнышко» находится здесь временно. Трудные жизненные ситуации, семейные неурядицы пока не дают возможности их родителям забрать детей домой. Главная задача работников учреждения – сделать эти несколько дней максимально комфортными для ребят. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. Неутешительная статистика. В Самаре в этом году зафиксировано 63 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 66 получили травмы разной степени тяжести. Двое погибли. Все показатели выросли по сравнению с прошлым годом. Зачастую на дороге неосторожны не только водители, но и пешеходы, подростки, не знающие правил дорожного движения. Инспекторы ДПС проводят рейды в самарских дворах и прививают юным гражданам дорожную грамотность, проводя с ними профилактические беседы и викторины. Ребят проверяют знания правил дорожного движения, самых активных за верные ответы награждают призами. Дети каждый день являются участниками дорожного движения, как пассажиры, а самое главное, как велосипедисты и пешеходы. А потому приучать к соблюдению правил надо уже с малых лет, уверены сотрудники госавтоинспекции. На таких профилактических мероприятиях в первую очередь мы хотим донести, чтобы дети у нас соблюдали правила дорожного движения, при выходе на проезжую часть по пешеходному переходу, убедились в безопасности своего перехода, чтобы они убедились, что все транспортные средства остановились и только после этого начали движение. Самарская область бьет собственные рекорды рождаемости. С каждым годом многодетных семей прибавляется. Если пару лет назад их было 15 тысяч, то сейчас уже 22 тысячи. С какими проблемами они сталкиваются и на какую помощь от государства могут рассчитывать, расскажет наш корреспондент. Многодетная семья Азимовых ютится в съемной квартире. Родители, трое детей и бабушка с дедушкой. Жаловаться не привыкли. Подростки Сабина, Нурия и Хазрат занимаются в кружках по интересам. А Сабина еще и выступает в сборной Самарской области по художественной гимнастике. Этим летом дети отдыхали бесплатно в лагере. Какие еще льготы положены многодетным семьям родители узнали на встрече с заместителем министра Самарской области по социальной политике. Озвучили и свои проблемы. Нам вообще по идее бы хотя бы поставить на очередь на квартирные условия. Потому что мы живем фактически в сарае. У нас двухэтажный дом, который под столом уже сколько лет идет. И никак вас не сломает ни воды, ни удобств, ничего нет. И очень тяжело в трех комнатах крутиться такой семьей большой. Чтобы выбраться многодетными семьями из сложной жизненной ситуации, с ними регулярно встречаются социальные и городские службы. Консультируют по разным вопросам. Начинают компенсации за коммуналку и материальной помощи, заканчивая материнским капиталом, который ежегодно индексируется. А его, как пример, можно потратить на учебу детей и улучшение жилищных условий. Такие встречи, они традиционно проводятся в Министерстве социально-демографической и семейной политики, где мы встречаемся с многодетными семьями, семьями, где имеются дети-инвалиды. Рассказываем о тех видах помощи, которые они могут получить. Помогаем им собрать, скажем так, необходимые все пакеты документов для того, чтобы они получали сполна все то, что им положено. За последние три года рожать в Самарской области стало модно. Ежегодно на свет появляется по 40 тысяч младенцев. Основная доля приходится на многодетные семьи. У них это в основном третий или четвертый ребенок. Есть среди них и рекордсмены, для которых воспитать семерых детей не проблема. Несколько лет назад многодетных семей в губернии насчитывалось 15 тысяч, сейчас около 22. Лидеры порождаемости – Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольские и Нефтегорские районы. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре на Каховске горел жилой дом. На пятом этаже пятиэтажного дома загорелись домашние вещи, которые хранились на балконе. Пожарные оперативно выехали на место вызова. Уже через 10 минут 10 человек личного состава и 3 единицы техники были на месте. Пожар был ликвидирован спустя 3 минуты. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Власти Самары объявили конкурс на закупку тюльпанов для городских садов и клумб. Компания «Победитель» должна поставить в общей сложности около 150 тысяч тюльпанов в 18 сортов. Предпочтение отдается сорту «Лалибелла». Луковицы этого вида нужны 67 тысяч. Они должны быть упакованы в пластиковые ящики вместимостью 500 и 700 штук. Жители села Красный Яр Самарской области привлекли к административной ответственности размещение экстремистских материалов в интернете. Было установлено, что мужчина хранил на своей странице в соцсети ВКонтакте картинки с нацистской символикой. Возбуждено дело по статье «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей и конфисковали его компьютер. 25 июля в акватории Саратовского водохранилища напротив Самарской набережной состоится 16-й Всероссийский фестиваль «Регата», посвященный памяти Владимира Высоцкого. В программе мероприятия возложения цветов к памятнику Владимиру Высоцкому переправа участников фестиваля с пристани Осипенко на остров Голодный, прием заявок на участие в гонке. Старт гонки запланирован на 17 часов. Ожидается выступление 20 самарских экипажей. Будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России, переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары. Главный приз – сертификат на 30 тысяч рублей. Достанется победителю в абсолютном зачете. В выходные в Самарской области ожидаются дожди и грозы. В субботу синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь, грозу. В ночные часы похолодает от 14 до 19 градусов. Днем потеплеет от 23 до 28 градусов. В воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. При грозе местами порыва до 15-20 метров в секунду. До Лондона и обратно. Самарец Сергей Городнов преодолел больше 13,5 тысяч километров. И не на самолете, а на своем автомобиле «Лада Приора». Это, конечно, не кругосветка, да и на скорость ребята не претендовали. Зато гордо могут заявить, что российскому авто тысячи километров по силам. С путешественниками встретилась Марьяна Мирная. Все дороги в Европе напоминают нашу трассу М5 между Самарой и Тольятти. И примерно они все так же выглядят. И у нас даже есть там отрезок магистрали до аэропорта. То есть, в принципе, вот эта вот дорога М5, она, я считаю, европейского уровня. Автопутешественник Сергей Городнов на своей «Приоре» проехал всю Европу, чтобы попасть во французский город Лиль на матч чемпионата Европы по футболу. Вместе со своей девушкой Екатериной Сергей на дальнее расстояние отправляется не впервые. В прошлом году Армения и Грузия, теперь и Европа за плечами. В планах Китай. Главное, чтобы хорошая компания и новые впечатления. Новые страны, города понравились. Дорога, конечно, не понравилась. Она однообразная. Везде пейзаж и все одинаковая природа. То есть, равнина, равнина, равнина. Маленькие горки, дорога, трасса. А города интересные. Въезжаешь, когда смотришь. Больше всех понравилась Прага. Логическим завершением поездки стал туманный Лондон. Столица Великобритании, как полагается, встретила гостей из России дождем. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Мы проехали 13,5 тысяч километров. Мы проехали 10 стран. Мы были и в России, и в Украине, и в Польше, в Чехии, в Германии, в Бельгии, в Англии, в Париже, в Испании. Вернулись и больше всего нам нравится дома. Потому что дома нормальные цены. Тут нормально кормят, вкусно. Приемлемые цены на бензин. Путешественники, говорят, ни в одном городе не встретили такой же машины. Видимо, российский автопром не прижился еще на Западе. Но для Сергея и его приора лучше любой иномарки. Надежный и верный друг. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Волгаре построят мини-стадион. Самару не пустили в единую баскетбольную лигу. Самарские дзюдоистки – призеры международного турнира «Большого шлема». Серебряную медаль выиграла Дарья Межецкая на международном турнире под дзюдо «Гранд шлем». В Тюмени Самарка уступила японке Цукаси Йошида. Бронзу Наталье Голомидовой и Жоанне Рогичи из Сербии. В более тяжелой весовой категории сборной России еще две медали. Бронзовая у Дианы Джигарас и серебряная у Дарьи Давыдовой. Заявка баскетклуба «Самара» на участие в чемпионате единой лиги в предстоящем сезоне не прошла отбор. Так решил совет лиги. До 2015 года «Самара» была представлена в этом чемпионате красными крыльями. Клуб исключили из соревнований из-за несоответствия домашней арены регламенту. В прошлом сезоне баскетклуб «Самара» в Суперлиге по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в плей-офф четвертое. Возле школы в поселке Волгарь Куйбышевский район построят физкультурно-спортивный городок. На него планируется выделить порядка 19 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Там появятся поля для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Будет зона для легкоатлетов. Стадион заработает уже в этом году. Школа откроет двери для первых учеников 1 сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok